Вещий камень на входе в усадьбу Толстого указывает юным посетителям, где их ждут сказочные герои. Варвара Краса Длинная Коса по совместительству студент-культуролог Александра Безрученко предлагает ребятам почувствовать себя музыкантами и сыграть в шумовом оркестре. Дети очень любят шуметь, а часто дома им родители это не разрешают. Однако здесь у нас на станции это делать можно, поэтому дети с удовольствием бьют во всякие разные кастрюли, ведра и с удовольствием устраивают шум. Поиграть в классику в музее ребятам предложили безумный шляпник, баба-яга и кот в сапогах. Детвора с легкостью угадывает название сказочных героев, имена персонажей. Девочка с не менее волшебным именем Мелисса старательно помогает белоснежке ткать волшебный ковер. Я вот сейчас специально заплетаю эти ниточки, чтобы получилась, может быть, картина, может быть, у нас получится. И я еще пытаюсь закатать желание, чтобы оно сбылось. По сказкам с удовольствием путешествуют и родители. Ирина Припутникова и ее сын Вадим решили непременно побывать в гостях у каждого персонажа. Нам очень понравилось здесь, приятно находиться, когда вокруг столько счастливых людей, детей, которые радуются вместе с нами. Очень замечательно организованный праздник, спасибо организаторам. Не, ночь в музее стала детским ответом на взрослую музейную бессонницу, охватившую всю страну. Организаторы акции в музее-усадьбе Толстого решили подарить литературный праздник июнам самарцам. Хочется как-то действительно делать детям праздник, но праздник, который что-то им давал бы, да, еще помимо развлечения, да, знакомства с литературой, с художественным словом, с какими-то любимыми сюжетами, да. Это важно, потому что дети у нас все меньше читают, а так мы визуализируем для них эти сказочные мотивы и, по-моему, это здорово. Пообщаться со сказочными героями ребята могли до самого вечера, пока двери в волшебство не закрылись. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.